У большинства людей утро начинается именно так. Какое чувство ты испытываешь утром, когда слышишь этот звук? Радость, бодрость, доброта. Вряд ли, я так не думаю. Скорее, это раздражительность, ненависть, беспокойство и волнение перед предстоящими задачами и проблемами. Какие первые мысли посещают человека, как только он проснулся, опять не выспался, опять на работу, опять нужно что-то делать. Это стало для нас как ритуал и повторяется так часто, что мы не заметили, как это вошло в нашу утреннюю привычку и стало неотъемлемой частью нашего утреннего пробуждения. Каждое утро, еще до того, как мы встаем с кровати, чистим зубы, ставим чайник, мы уже внушили себе, что этот день не принесет нам ничего хорошего. Что мы опять что-то не успеем, что-то не получится, что мы опять проиграли. Вместо того, чтобы порадоваться очередному дню, настроиться на волну бодрости, позитива и уверенности, нас не отпускает мысль и жалобы о когда-то недавно проведенном тяжелом дне, когда нам пришлось целый день провозиться с какой-то нелюбимой работой или простоять полдня в пробках, так и не успев выполнить поставленные задачи. Это вошло в привычку вспоминать этот день раз за разом, хотя он уже прошел и пора двигаться дальше. Нам постоянно кажется, что вокруг нас одни проблемы и множество невыполненных задач. Кругом одни проблемы и даже времени не хватает на себя самого. И каждое утро мы настраиваем себя на режим нехватки всего, подтверждая вышесказанные слова. Сами того не осознавая, подобными мыслями мы подталкиваем себя к поиску каких-то доказательств, что для полноценной, счастливой жизни, в которой помимо проблем есть гораздо больше счастливых дней и удовольствий, нам необходимо много всего. В момент, когда в твоей голове разбуливают подобные мысли, ты фокусируешь внимание на то, чего у тебя нет. Ты ставишь на передний план то, что ты хочешь изменить. Ты тратишь много времени в погоне за тем, что не так уж и необходимо. И именно это тебе мешает осознать и ценить все то, что у тебя уже есть. На протяжении дня у человека в голове возникает около 6000 мыслей. А теперь представь, сколько из них негативных, которые были заложены еще утром на основе мыслей о нехватке и недостатке чего-то. А потом мы удивляемся, почему нам постоянно кажется, что у нас в жизни одни проблемы. Проблемы не у тебя в жизни, а у тебя в голове. И я сейчас постараюсь тебе это доказать. Есть отличный способ ощутить на себе силу концентрации. Проведем маленький эксперимент. В течение 10 секунд осмотрись вокруг. Постарайся обнаружить и запомнить все квадратные предметы. Все, которые ты увидишь. Это может быть предметы мебели, книги, телевизор. Все что угодно. Запомни их. А теперь закрой глаза и назови мне все круглые предметы, которые ты заметил. Это не так-то просто, правда? А все дело в том, что концентрируя внимание на чем-то определенном, ты стараешься заметить это вокруг себя как можно больше, придавая остальному наименьшее значение. И это нормально. Это является естественным свойством человеческого мозга. Сосредоточить внимание на всем сразу у вас может быть и получится, но это ненадолго. Ваш мозг просто получит перегрузку. И это может стать даже опасно. Это равносильно, как будто какой-нибудь электроприбор получит короткое замыкание или ту же перегрузку. Он просто перегорит. Для продуктивной работы над собой мы постоянно используем концентрацию, даже если этого не осознаем. Именно от тебя мозг получает команду на чем ему концентрироваться. Поэтому, когда ты просыпаешься и посылаешь своему мозгу мысли о том, что ты опять не выспался, о том, что у тебя много проблем и неприятностей, ты и будешь целый день на этом концентрировать свое внимание. И будешь замечать вокруг себя только плохое, не замечая всего остального. Завтра утром, когда ты проснешься, не думай о том, что у тебя что-то не ладится или чего-то не хватает. Поверь мне, в мире очень много тяжело больных людей, которые позавидовали бы твоему здоровью. В мире очень много бедных и нищих людей, которые позавидовали бы капиталу, который имеешь ты. В мире очень много бездомных людей, которые мечтают о той крыше над головой, что есть у тебя. В мире много людей и детей, которые не доедают, не могут спокойно спать и постоянно переживают, потому что у них в стране идет война. В мире очень много людей, которые готовы отдать все, чтобы еще раз увидеть своих живых родителей. Поэтому, просыпаясь утром, постарайся не брать в руки в первые минуты пробуждения свой телефон, а удели их на то, чтобы поблагодарить за все то, что у тебя уже есть. Порадуйся этому утру, что оно для тебя наступило. Настройся положительно. Поверь в свою удачу и успех, и в то, что это день принесет тебе позитив и положительные эмоции. Всего пару минут позитивных мыслей могут изменить твой день.